В этом году Артемий пойдет в школу. Любознательный ребенок изучает насекомых и рыбок, а в будущем хочет стать исследователем. Последние два года Артемий проходит курсы процедур в онкологическом отделении детской больницы имени Ивановой. Условия тесноватые, конечно, потому что болезнь наша требует индивидуального подхода, индивидуального лечения. В палатах от двух до четырех человек тесновато. При этом очень-очень квалифицированные врачи, весь медперсонал, очень доброжелательный, очень человечный, что тоже немало важно в нашем лечении. И вот они в таких условиях, им тяжело работать, ну и нам тоже лечиться затруднительно. Учреждение, построенное почти 50 лет назад, было рассчитано на 250 коек. Сейчас, говорит главный врач Ольга Галахова, используется буквально каждый квадратный сантиметр. Потребность в дополнительных площадях ощутима. Новый корпус планируется на 200 коек. Это будет хирургический корпус, в котором будет размещаться хирургическое отделение. Отделение онкогенетология. Естественно, там будут новые современные операционные. Причем одна из них будет специально сделана для пересадки костного мозга. Эти и другие социально значимые проекты министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов представил в Совете Федерации. С 18 по 22 апреля в Верхней Палате Парламента проходили тематические дни 63 региона. В частности, здравоохранение заострит внимание на реконструкцию двух детских больниц Самары. Это больница имени Ивановой и детская областная инфекционная больница, ранее известная как городская больница номер 5. Это по линии соцзащиты строительства двух общежитий для проживания пожилых людей. Речь идет о проектах строительства корпусов в пансионатах для инвалидов. Двух – в Исокинском и Потаповском в следующем году. И еще одного – в Сызранском в обозревом будущем. Все они психоневрологического профиля. В регионе, прежде всего, губернатором региона Мазаровым, правильно очень расставляются акценты, работает команда, активно включились в реализацию приоритетных национальных проектов. Вместе с тем проведена глубокая инвентаризация по всем отраслям, прежде всего, социальной сферы. Есть понимание о необходимости развития дальнейшей инфраструктуры, здравоохранения, социальной защиты населения. Безусловно, эти предложения войдут в проект постановления Совета Федерации. Сегодня на профильном комитете по социальной политике они были поддержаны. Комитет принял решение рекомендовать Министерствам здравоохранения и труда и социальной защиты России рассмотреть вопросы о софинансировании с федерального бюджета всех представленных инициатив. Анна Ивахина, Владимир Терентьев, Новости губернии, Самара, Москва.